Всем доброго дня! Вы на моем канале Наталья Осетская, канал о вязании и обо всем, что связано с вязанием. Вот у меня сейчас в кадре вот такая замечательная пряжа Alize Baby Wool. А цвет, посмотрите, какой красивый цвет. И мне кажется, да, передается совершенно правильно. Это цвет в палитре «Светлый салат номер 41». В 50 граммах 175 метров. В состав входит 40% шерсть, 40% акрил и 20% бамбук. И производитель рекомендует вязать спицами 2,5-4. Что же это будет? Я не помню в видео о моей пряже, говорила ли я или нет. Наверное, говорила, что мне поступил небольшой заказ на детские вещи. Мы выбрали вот эту пряжу для того, чтобы связать штанишки. И еще белую, такая же точно белая, только это будет кофточка. И у меня еще есть зеленая пряжа, по-моему, яблоко, зеленое яблоко, пинеточки. Но потом вдруг мама решила, что ей надо еще полукомбинезон из серой пряжи. Она увидала пряжу Alize Lana Gold 800, цвет 200. Она сначала решила, что ей нужно сиреневый, фиолетовый полукомбинезон, потом серый. Я говорю, смотрите, какая у меня есть пряжа. Она и серая, и фиолетовая. Вот у нее такой цвет очень интересный. И мама загорелась, да, я хочу такой полукомбинезон. Потом она решила еще кардиган, потому что вот просто сразу, столько сразу захотела. Но я вот сегодня сидела, утром встала и думаю, с чего начать, полукомбинезон начать, штанишки. Потом думаю, нет, все-таки я начну со штанишек, потому что я их показывала, эту шерсть уже показывала, эту пряжу показывала, говорила. Поэтому я решила, что второй старт у меня будут штанишки. Пойду вязать образец, свяжу образец, постираю. Ну и вечером, наверное, сделаю расчеты и начну вязать. А потому как вечером продвинусь, не знаю, насколько, но обязательно продвинусь, я тогда во втором включении все вам покажу. Ну и очень хочется, я надеюсь, нет, я уверена в том, что эти штанишки будут обязательно связаны до итогового видео нашего, до воскресенья, вернее, до понедельника, потому что я итоги подвожу в понедельник, штанишки будут готовы. Пожелайте мне успехов. Вот держим вот так пальчик, чтобы все получилось у меня. Ну и пойду работать. А всем девочкам, которые тоже начинают вязать, я желаю тоже вот так, чтобы все обязательно получилось. До встречи. Пока. Доброе утро. Мое второе включение. Сегодня у нас четверг. И я хочу показать, что я вчера связала. Ну, я в первом своем включении говорила о том, что у меня три моточка, а здесь, видите, осталось два моточка. И больше нет ничего, потому что я вчера вечером вывязала моточек пряжи. И вот я связала, связала вот такой кусочек штанишек. Сделала резиночку, связала. И росточек вывязала. И уже 4 сантиметра связала штанишек. Тело штанишек. Мне надо еще связать, провязать 13 сантиметров. По-моему, 13 сантиметров. Надо посмотреть. Я записывала. И, как ни странно, я стала записывать все. Обычно я ничего не записываю. Вообще не очень люблю записывать все, что я делаю. А тут почему-то решила записать. Вот. Надо посмотреть, сколько мне еще осталось довязать. Но я думаю, что на тело мне моточка хватит. А второй моточек будет на ножке. Но хватит или не хватит, я переживала, что вдруг мне может не хватить. И я уже говорила, что я смотрела в интернет-магазинах пряжи этого цвета. Нет. Нигде практически, где я смотрела, я цвет этой пряжи не видела. А где-то, по-моему, есть, но это очень далеко. Не хочется далеко заказывать. Хочется, чтобы это было рядышком. И быстро пришло. И, представляете, эта пряжа оказалась есть. На сайте склада нет, а в магазине еще есть. Я вчера позвонила в магазин, они говорят, да, есть у нас этот цвет. И завтра я поеду. Завтра с утра я немножко свободна. Я завтра утром раненько поеду в магазин и заберу у них эту пряжу. И теперь я спокойна и довольна, что мне все замечательно хватит на штанишки. И штанишки будут готовы. И еще одна приятная новость. Вернее, не новость, а известие было приятное вчера. Я маме говорю, что, знаете, вот мне кажется, что эти штанишки для вашего ребенка, она не очень большие, потому что мне мама дала лосинки, ну, чтобы как бы чуть-чуть придерживаться размера. Они такие маленькие, узенькие. Она мне говорит, нет, это не сейчас. Это на 7 месяцев, на весну. Ребенку будет только 5 месяцев. Это на весну. Ну, думаю, очень хорошо. Раз на весну, значит, там достаточно большой заказ такой. И я боялась, что я не успею до зимы все это связать. А у меня же еще есть процессы, которые надо заканчивать. А на весну тогда я довольна. Я буду вязать в нормальном темпе и продвигать свои те процессы тоже, чтобы у меня ничего не залеживалось. Вот такой вчера был замечательный вечер. Ссылочки на всех девочек я оставлю под видео. Как на ютубе, так и на дзене. Правда, список участниц немножко разный, потому что кто-то участвует на ютубе только, кто-то только на дзене. Ну, а в основном девочки и на ютубе, и на дзене участвуют. Я и на ютубе, и на дзене свои видео выкладываю. Правда, вчера на дзене у меня получился сбой небольшой, но я все исправила. И там нормальное видео. А смотрю сейчас девочек только пока на ютубе. Смотрю пока только первый день, но честно смотрю всех, всех, и всем пишу комментарии. Очень нравится, очень просто вдохновляет. И сразу, знаете, смотришь и думаешь, мне это тоже надо. Я это тоже хочу. Ну, где бы взять время, чтобы все, что хочешь сделать, к сожалению. Но ничего, будем делать, и все сделаем, все свяжем. Проходите по ссылочкам, смотрите, что вяжут девочки, вдохновляйтесь, поддерживайте нас, присоединяйтесь к нам, и будем вместе вязать. На этом все. Большое спасибо всем, кто приходит, смотрит, кто пишет комментарии. Всем удачного дня. Всем удачных. Третьих стартов, потому что до третьих стартов мы с вами не встретимся. А встретимся только завтра, на третьем старте. Ну, а на сегодня до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok